16 декабря. День памяти и День независимости. Подведем итоги. Меня зовут Алексей Рыблов. Здравствуйте. Пустые площади и искалеченные судьбы. Жаннаузе на щитпе. Год спустя беспорядков. А был ли праздник, как встретили День независимости в разных регионах страны? Плакаты, свечи и лозунги. У посольств Казахстана за рубежом прошли пикеты в годовщину трагических событий. Жаннаузен. 16 декабря 2012 год. На площади, которая, видимо, всегда будет ассоциироваться с народной трагедией, сегодня побывали журналисты. Иностранные и независимые. Репортеры о том, как прожил этот день город расстрелянных нефтяников. Алан Жаннаузена сегодня пустует. Акимат отменил празднование Дня независимости в связи с годовщиной трагических событий. Жаннаузенцы обходят центр, где нефтяники простояли более семи месяцев, стороной. На площади только репортеры и полицейские. Немецкая газета и фотографа Маркуса Пинцмана полицейские прервали буквально на первом кадре, потребовали документы и аккредитацию. Долго совещались по рации и, наконец, разрешили Маркусу продолжить работу. Корреспондент немецкой газеты приехал в регион в четвертый раз. Что интересно, что журналисты все-таки здесь пустят, журналисты и работают. Это для меня очень интересное наблюдение. И эта пустота тоже такое впечатление имеет. Конечно, с одной стороны холодно, но все-таки сегодня газодавственный праздник. И люди все-таки не видят на улицах. Это ясно. О том, что было у блогера с говорящим псевдонимом Карла Нур, за год мнение не изменилось. В 2011-м она была тут в рамках пресс-тура, организованного премьером Каримом Масимовым. Карла по-прежнему считает, что у полицейских не было другого выхода, кроме как открыть огонь. Если стреляли со стороны толпы, я считаю, да. А как по-другому защитить? Вот как вы просто подумаете, когда, часто говорят, другая точка зрения, тогда говорили другое. Говорили, что поджигали дома, в которых были люди. Подожгли ларек там одного продавца, подожгли, который вообще даже не этот. Вот когда люди поджигают дома, да, рушат, то есть, а в людях, в этих домах люди живут. То есть, люди, да, люди живут. В Акимате люди находятся. А этот дом Акимат поджигает. Что делать? Во время съемок силовики постоянно были рядом со съемочной группой. Полицейские различного ранга регулярно интересовались служебными удостоверениями и темой репортажа. Даже у водителя проверили документы. Как его зовут? Жанна Узенцы на площади 16 декабря так и не решились показаться. К вечеру патрулей в городе стало меньше. Все попытки репортеров пообщаться с семьей у пострадавших и убитых здесь год назад провалились. Видимо, горожанам до сих пор тяжело вспоминать события годичной давности. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард, Жанна Узень, Казахстан. Кровавым событиям в Жанна Узене и Щитпе предшествовал длительный трудовой конфликт. Рабочие сразу нескольких предприятий национальной компании «Казмунайгаз» выдвинули свои требования к работодателю. Забастовки длились более полугода. О том, как все начиналось, в следующем материале. Первыми качать права, а не нефть, вышли свыше 700 рабочих АО «Каржанбасмунай». Они требовали увеличить зарплату и сменить профсоюзного лидера. По мнению коллектива, Ербасын Касарханов их права не защищал, а больше поддакивал руководству компании. На акцию протеста работодатель не реагировал. В ответ около 200 человек объявили голодовку. Я не нахожу объяснение, почему такое безразличие к своим же работникам, которые голодают с 8 мая. Они находятся на опасных объектах, выходят каждый день на работу, сталкиваются с очень тяжелой работой, их не обследуют медики. Что за такое безразличие? Откуда это черствовать? А это первые кадры забастовки в поселке Курык. Так общественность узнала о 700 недовольных рабочих Ерсай Каспиан-контрактор. С разницей в несколько дней с коллегами из «Каражанбасмунай» они заявили, трудовые контракты надо пересмотреть. Казахстанские специалисты должны получать зарплату не меньше, чем иностранные. Они говорят, мы платим рабочим по 300 тысяч, они требуют 600. Мы похожи на людей, которым платят по 300 тысяч. В мае 2011-го к противостоянию подключились рабочие предприятия «Озельмунайгаз». К уже озвученным требованиям бастующих и соседних компаний добавился пункт о национализации нефтедобывающих предприятий. На акцию протеста решились 800 человек. 16 из них объявили голодовку. У нас не растет ни фруктов, ни овощей. Здесь все привозное, поэтому все дорого. Никто не контролирует это. Когда у нас повышаются зарплаты, одновременно растут цены. Информационная блокада вокруг трудовых конфликтов держалась несколько месяцев. А теперь спустя год эксперты резюмируют. Рабочие все в трех компаниях по сути были обречены на долгий протест и не могли просто спокойно разойтись. В диалог с ними работодатель не вступал. Власть игнорировали. Затем последовали массовые увольнения, а суды признали все забастовки незаконными. В первую очередь фактором, который ухудшает отношения между властью и населением, является поляризация общества. Поляризация – это разрыв жизни наиболее бедной, наиболее богатой. И как раз таки трудовые конфликты тоже в эту плоскость может быть отнесено. Потому что в одном и том же регионе, допустим, западном регионе нашей страны, разница между уровнем жизни превосходит в разы. Если 10 – это критический показатель, там, я думаю, 20 и более. Каждая из тачек завершилась по-разному. Рабочий Ерсай Каспиан-контрактор – это приезжие из разных областей. Бастовали недолго. Многие вернулись домой. Надо было кормить семьи. 22 июня компания распространила пресс-релиз о том, что трудовой спорт завершен. Сами же нефтяники говорили, их разогнали полицейские. В истории с Каражанбас Мунай, как говорится, помогло несчастье. С бастовавшими в Актау стали считаться только после декабрьской трагедии в соседнем же Наузене. Большинство рабочих трудоустроили. Впрочем, около десятка уволенных продолжают приходить ежедневно к офису компании. Самую высокую цену заплатили нефтяники Узень Мунайгаза. Их протест длился 8 месяцев. Все завершилось массовыми волнениями 16 декабря на центральной площади Женаузена. В тот день были убиты 16 человек, около сотни ранены. Многие из пострадавших были работниками предприятия. В мае 2012-го самых активных участников забастовки осудили за участие в массовых беспорядках. После того, как президент заявил, местным чиновникам и руководству Казмунайгаза нужно было выслушать нефтяников, большинство рабочих были трудоустроены. Юлия Панкратова, Казахстан. 16 декабря в Щитпе вместе с местными жителями встретили журналисты. Эта станция, кажется, незаслуженно забыта, а ведь там люди выступили в поддержку нефтяников, имена которых вошли в список жертв Женаузена. В Щитпе тоже был застрелен гражданин Казахстана. Сотрудник МЧС перешел на сторону народа. Офицер Туребек Тулегенов работал пожарным и погиб в прошлом году от рук полицейских. Сегодня родственники погибшего пришли на его могилу. Прошлогодние события вспоминать нам, казахам, особенно тяжело, потому что это была братоубийственная война. В собственном доме брат на брата руку поднимал. Столько невинных жертв было. Это разве справедливо? На Асту Ребека собрались родственники, коллеги и нефтяники из Женаузена. Многие до сих пор боятся камеры. Увидев оператора, тут же начинают комплексовать. По правде говоря, многие до сих пор боятся особенно говорить правду перед камерой. Боятся даже приходить на садака, на поминки. Хотят прийти, хотят многое сказать, но не могут. Потому что о детях думают, не пострадают ли в первую очередь мои дети. Одним словом, народ в смятении. Он еще не оправился. Сегодня для жителей станции Шитпе будто дня независимости не существует. На улицах села нет ничего, что говорило бы. 21 год назад Казахстан обрел независимость. И даже двери центральной мечети под амбарным замком. Те немногие, кого удается случайно встретить на улице, говорят, собираться без надобности не рекомендуется. После прошлогодних событий шитпинцы до сих пор не могут оправиться. Эти люди не хотят бередить раны. Железнодорожник Демеу Айдаров осуждает своих земляков, которые, по официальным данным, бесчинствовали на станции. Сам он ничего не видел. По его словам, если эти ребята нефтяники, то им следовало бы остановить не поезд, а качалки. Но стрелять по людям – это неправильно, считает он. На железнодорожных путях, где произошла трагедия, сегодня пусто. И даже площадь безлюдна. Арастан Арастанов, Ринат Абулхаиров, Шитпе, Казахстан. В этом году День независимости в Казахстане – совсем не главный национальный праздник. По крайней мере, это первое субъективное впечатление. Вопреки ожиданиям, на площади независимости нет ни традиционных юрт с угощениями, ни музыки, ни народных гуляний. Граждане больше вспоминают о трагических событиях, нежели о главном празднике страны. «Яблоки и груши потекли, тенгушки мне в карман. Покупай и витамины скушай, и вступай в райком и нуратан. Я продал все яблони и груши, заплатил райкому первый взнос. С партбилетом, яблоком быть лучше. Без него запоры и понос». С таким настроением отмечают в Алматы День независимости Казахстана. К монументу независимости немногочисленные люди пришли не для того, чтобы праздновать 21-ю годовщину выхода Казахстана из состава СССР, а чтобы почтить память погибших во время волнений в 1986 году. «И Назарбаев, и все понимают во власти, что праздника реально нет, он не получился. Как жизнь историю не обманешь, так и вот наложилось Ижель Турсан 86-го, а год назад Жана Узень 2011. Так что, естественно, в будущем, когда власть поменяется, когда по-настоящему будет власть народная, власть будет демократическая, она будет понимать, что это трагические дни». «Саперными лопатами били демонстрантов, которые, в общем-то, уже не сопротивлялись». Из истории. В 1986-м казахстанцы выражали свой протест на значение генеральным секретарем Казахской ССР, неизвестного им Геннадия Колбина. К слову, в тех событиях участвовал и президент Назарбаев. Вот что рассказывают очевидцы. «Он не возглавлял, но я лично слышала, как он говорил, прекратите, там называл, Нурлан, там так-так называл и говорил, прекратите, прекратите, давайте мирно разойдемся. Это я лично слышала». «Ага. А вот наверняка тоже помните, что мы вышли из состава Советского Союза в самый последний момент. Вот как вы к этому относитесь? Почему мы до конца ждали? Нужна ли нам была вообще эта независимость?» «Не нужна». «Нет, не против». «Не нужна». «Жили мы дружно, мирно, и надо дальше жить». О том, как казахстанцы боролись за независимость, говорили сегодня и другие алматинцы. Вспоминают, все вышли из состава некогда могущественной Красной Империи, и оставаться в Союзе было просто не с кем. Вот и пришлось объявить независимость. «Первый секретарь Коммунистической партии Казахстана, Нурлан Абчев, Назарбаев, не хотел никакой независимости, понимаете? А они смотрят, кому быть независимым? Никого нету. Рассея, говорит, иди отсюда вообще. Этот узбек говорит, не знаем мы из вас, а этот не знает. И пришлось объявить независимость, понимаете? Получается, сегодня Казахстан – уникальное государство, ставшее суверенным вопреки желанию его первых руководителей. Может быть, поэтому сегодня День независимости не идет ни в какое сравнение, например, с Днем первого президента. Татьяна Ковалева, Толгат Умербеков из Алматы, Казахстан. Участники декабрьских событий 1986 года до сих пор возмущены. Там, где подавляли казахскую молодежь, теперь кипит жизнь в торгово-развлекательном центре. Ситуация повторяется. Вот и в Жанаузене. На площади, где бастовали нефтяники, а 16 декабря произошел расстрел, вскоре появится новый культурно-развлекательный центр с подземной автостоянкой. Людмила Икзархова покажет жизнь под землей и на ней. Ритейлом по памяти. На главной площади Жанаузеня, там, где в декабре 2011 года полиция стреляла в безоружных, главный архитектор и аким города решили построить развлекательный центр. Футуристический замысел градостроителей амбициозен. Здесь будет и город-сад с тропическими растениями, и аквариум с морскими обитателями, и зооуголок для представителей казахстанской фауны, и этнографический музей. Кроме того, заказчики намерены установить кинозал, точки общепита, бутики и подземную автостоянку. Открытие такого центра, я считаю, что это к лучшему. Площадь, как место с большим открытым пространством, этот центр никому мешать не будет. Мы открываем кинотеатры, спортзалы, чтобы чем-то занять молодежь. Развивать город, конечно, надо, но под развлечением можно подыскать и другое место, считают жанаузенцы. Многие еще помнят, как на этой площади год назад горели здания, звучала стрельба, отсюда уносили убитых и раненых. Для детей я думаю, что это всегда хорошо. Когда страна растет, процветает, строится, я думаю, что это хорошо. Я сомневаюсь. С одной стороны, этот торговый центр нужен детям, но с другой, там же пролилась кровь. Я думаю, не стоит затевать здесь стройку. Это неправильно, так как здесь погибло много людей, здесь кровавая земля. И возводить что-то здесь нельзя. Я не поддерживаю проект. В Казахстане уже так поступали. На месте трагедии построили торгово-развлекательный центр. В 2007 году власти Южной столицы приступили к возведению элитного объекта – Алмалы. И не где-нибудь, а на площади республики. Там, куда во времена СССР в декабре 1986 года с протестом против диктата Москвы вышла казахская молодежь. Было принято решение о проведении таких консервативных работ, консервационных. Мы транспорт запустили вновь. Работу сейчас проводим. В любом строительном процессе бывают такие моменты. Этот проект вызвал бурю возмущения общественности. На митингах казахстанцы заявили, речь идет не только о гонке за прибылью и жажде наживы, но и стремлении властей свести на нет память о Желтоксане. Многие из тех, кто протестовал против скандальной стройки, не отступили от своей позиции и сейчас. Я вчера посмотрел на этот торговый центр. Там есть парковка, аптеки. Я не против этого. В свое время нам Тасмагомбетов это показал и сказал, что вот такое вот будет. Рядом построят музей для декабристов. С левой стороны есть государственный музей, а над площадью, как на Арбате, проложат каменные плитки. Когда вы придете с детьми отдохнуть, посмотреть, там будут скамейки. Я, как об этой идее услышал, сразу был против. Как это возможно? Это же историческое. Здесь пролилось много крови. Памятное место. Мы ежегодно там собираемся. Читаем Коран по погибшим, возлагаем цветы. А в это время там ставят музыку так громко, что друг друга не слышишь. Этот день не для песнопений. И нечему там радоваться. Это же трагический день. Например, когда я туда прихожу, мне плакать хочется, а не развлекаться. Это ошибка, которую допустили власти. Я в 86-м году был на площади. 16 и 17 декабря. А 18-го нас не пустили туда. И там, где прошла бойня и пролилась кровь, теперь построили развлекательный центр. Я здесь потому ни разу не был. Многие считают, что это место надо превратить в подобие Красной площади в Москве, где не будут ездить машины, а люди будут гулять. Так хотелось бы, но, увы, этого не сделали. Если власть поменяется, думаю, у нас руки дойдут до того, чтобы назвать площадь независимостью. Скандальный объект преследовали неудачи. Общественное противостояние, экономический кризис, смена городского руководства, которое лоббировало проект. Но в 2011 году центр Алмалы все-таки заработал. Глядя на него, жил таксановец Курмангазыр Ахметов чувствует себя оскорбленным. В 86-м за выход на эту площадь со сверстниками его осудили и посадили на 7 лет. К 16-му декабря он до сих пор каждый год приезжает в Алматы, чтобы отдать дань памяти трагедии желтоксана. Вместо того, чтобы взять от этих трагических событий урок, наша власть хочет превратить все эти события наряду с мелкими событиями, как будто ничего не произошло. Две площади, две трагедии. В казахстанском обществе, похоже, до сих пор так и не сложилось четкого отношения к них событиям 26-летней давности ни к расстрелу нефтяников на площади в Жанаузине 2011-го. Людмила Экзаркова, Мадина Мухаммеджанова, Асан Амилов, Аристан Рыстанов, Константин Федяев, Алматы, Жанаузин, Казахстан. Штормовое предупреждение в Астане и 45 градусов ниже ноля. Таким запомнился столичным жителям 16 декабря 2012-го года. Все запланированные праздничные акции прошли в крытых помещениях. Это торговые центры, где объявили скидки и устроили выставки. О том, как отметила столица День независимости, в репортаже Замзагуляб Драхмановой. Плохая видимость, пронизывающий ветер и перекрытые междугородние трассы. Такой Астана предстала на День независимости. К выходным в столице сильно похолодало, местами температура опускалась ниже 40 градусов. А 16 декабря Казгидромет и вовсе объявил в главном городе страны штормовое предупреждение. Здесь одно, что чувствуется зима. Такой зимы я еще не видел нигде. Город, видимо, находится в таком состоянии, в погоде смысле, не позволяя такого, что все выходили на волю. Конечно, чувствуется. День независимости он всегда чувствуется, каждый год. Вы сегодня будете вспоминать события в Женщине, которые год назад, ровно год назад? Наверное, да, все-таки. Но это у нас в кругу семьи обсуждается, конечно, но не более. А вы сегодня телевизор смотрели? Вообще смотрел. А президент позарал по телевизору? Даже не видел я. Звание самой отчаянной пары Астаны с этого дня заслужено за Достаном и Мадиной Шеймерденовыми. Влюбленные сыграли свадьбу в самую суровую непогоду и даже устроили на морозе фотосессию. То, что этот день они выбрали не случайно, парочка призналась сразу. Конечно же, хотели, чтобы осталось в памяти, как бы, с таким знаменательным днем, День независимости. Поздравляю всех казахстанцев с этим знаменательным днем. Ну, хотелось бы, конечно же, чтобы осталось в памяти свадьба, что была в 16 декабря какого-то года. Оживленность сегодня только в торговых домах. Сюда, в тепло и свет, спешат на праздничные акции скидки азиапшие астанчане. В одном из развлекательных центров, независимую столицу независимого Казахстана, в новом свете пытаются показать фотографы-экспериментаторы. Несколько снимков в формате HDR и вот она, готовая праздничная выставка. Ну, если снять один и тот же предмет с разных экспозиций, то мы получим HDR-фотографии. HDR-фотографии очень трудоемкий труд, поэтому не очень много фотографов трудится в этом формате. А здесь в честь праздника бесплатно раздавали кулинарные изделия. 20 тысяч баурсаков, 5 тысяч блинчиков и столько же круассанов. С праздником вас угощаетесь. В Актау, областном центре Мангастау, самого утра не было видно признаков главного казахстанского праздника. Местные жители напрямую связывают это с декабрьскими беспорядками в городе Нефтяников. Нургали Карабаев искал символы торжества независимости. Этот день независимости кажется самый незаметный праздник в городе Актау. На центральных площадях, где обычно проводят торжественные мероприятия, и на улицах города пусто. Горожане догадываются, почему же сегодня все именно так. Нет, ну что, ну напуганы все прошлым годом. Из-за этого я так думаю. А так, ну все равно праздник ощущается. Люди ж поздравляют друг друга. Ну жалко, что так получилось. Хотим, конечно, чтобы хотя бы вечером были концерты, и люди немного отдохнули. Должны быть, наверное, если честно. Сам без понятия, но по идее должны быть по-любому. Только ближе к полудню город, не подававший признаков жизни, стал понемногу пробуждаться. Будили Актаутсов современные художники. Но и этими шоумейкерами заинтересовались полицейские. Выяснив, что они так справляют День независимости, оставили в покое. Если учитывать то, что в прошлом году на этой же площади был немножко такой казусные моменты, да, все мы знаем. Я рад, что сегодня все тихо, все спокойно, все довольны. Поэтому все отлично, думаю, с праздником всех. Житель Актау Бахадур праздничной тишиной совсем недоволен. Сегодня он пришел на площадь со своим семилетним внуком. Хотел показать внуку Хаялу, что такое казахский праздник. Я считаю, что должен быть. Сегодня праздник, День независимости. Всегда здесь было, когда эту площадь в юрты ставили, да, вот эти праздники были. Сегодня вот этот День независимости у нас 86-го года. Ну, тишина. Вопреки ожиданиям Актаутсов, 21-е годовщина независимости Казахстана прошла без песен и плясок. Местные власти отменили торжества в День независимости. Нургали Карабаев, Серег Каржаубаев, Актау, Казахстан. А несогласные с официальными лицами города Уральск устроили сегодня на центральной площади акцию протеста в памяти Жана Узени. До прямого конфликта с полицией не дошло. Корреспонденты зафиксировали это событие. 26 лет скорбим по погибшим в Алматы и один год со дня трагедии в Жана Узене. Гражданские активисты Уральска пришли сегодня возложить цветы и почтить память жертв Жана Узена и Жалтоксана. Эта акция протеста прошла возле памятника Абая, который стал негласным символом несогласных. Всего в мероприятии приняло участие примерно 30 человек, среди которых и коммунисты, и активисты незарегистрированной партией ОЛГА и обычные горожане. Для людей, ну, наверное, это показательно, но для них все-таки это такая вот, что-то вроде акции протеста, как-то так выразил протест по поводу того, что произошло в стране. И, насколько я знаю, эта акция, она как бы изначально исключили интернет-проект, да, то есть люди в интернете как-то объединились, там появилась такая идея, люди начали объединяться, предлагать свои идеи и так далее и так далее. Ну, вот, собственно, вот то, что мы здесь видим. Ну, если, как видите, вот, больше сотрудников полиции в Штатском, чем самих участников акции. Такие собрания без внимания сотрудников правоохранительных органов не проходят. Правда, сегодня нет открытого противостояния. Участник акции протеста Мурат Губайдулин декламирует свои новые стихи, которые посвящены трагедии в жена Зене. Почтить память жертв декабрьских трагедий пришла и руководитель филиала незарегистрированной партии ЛГА Анаргуля Бенова. Мы выходим с протестными акциями, с такими мероприятиями, для того, чтобы больше не повторялось такое. Мы за то, что не проливалось кровь. Мы поэтому вызываем народ, чтобы они не были равнодушными к тем, что пролил кровь, именно отстаивая независимость и именно отстаивая свои права. Это уже четвертая акция протеста уральской оппозиции за последнее время. Требования ее участников не изменились. Остановить произвол в стране и заставить государству уважать конституционные права и свободы граждан. Илья Емельянов, Анна Кужникова, Александр Платонов. Уральск, Казахстан. Сегодня в мире неожиданную поддержку из-за океана получили казахстанцы, которые проводят День поминовения жертв декабря. В Америке прошел пикет казахстанских студентов. Несколько человек пришли на одну из площадей Сан-Франциско, чтобы почтить память расстрелянных в Жанаузене. Подобные акции у стен посольств Казахстана прошли в Москве, Берлине, Санкт-Петербурге, Киеве, Одессе и Бишкеке. Вот как объяснили свой пикет в США. И я думаю, что мы каждый год будем собираться 15-16 декабря на Юниенскуэр, чтобы каждый год вспоминать погибших. Московские активисты движения «За рабочий интернационал» тоже вышли на митинг, посвященный годовщине событий в Жанаузене. Акция проходила в центре российской столицы и была согласована с властями. Вот как это было. Здравствуйте, товарищи! Режим в Казахстане гораздо более жесткий даже, чем в России. Постоянно идут репрессии, постоянно идет давление на товарищей. Примеров масса, их можно перечислять бесконечно. Среди выступающих в этот раз не было Айнура Курманова, который обычно участвует во всех подобных акциях. Накануне вечером в сети появился ролик с говорящим названием «Казахские спецслужбы в Москве похищают Айнура Курманова». На видео к активисту подходят два человека в черном, азиатской внешности и просят его пройти с ними. Учитывая, что все происходит на митинге Компартии в центре столицы казахстанского оппозиционера, тут же окружают его соратники и уводят в сторону метро. Причем сделать им это приходится почти силой. Журналист Анатолий Баранов был свидетелем этой ситуации. Курманова пытались задержать, строго говоря, сотрудники иностранной спецслужбы. То есть примерно то же самое, что произошло с Развожаевым в Киеве, сегодня чуть не произошло с Курмановым в Москве, прямо в центре Москвы, среди толпы. Что делать, когда вроде как никто не виноват? 16 декабря. Праздник или День памяти? Для кого-то повод отметить не только День независимости, но и семейное торжество. Другая часть казахстанцев в этот день объявляет траур. О том, как одна и та же дата может быть разной для жителей одного и того же города, в нашем следующем материале. Семья Ербулата и Жанар 16 декабря отмечает не только праздник независимости. В этот день, в 2010 году, они поженились. А еще спустя ровно год у них родился ребенок. Нынешнюю годовщину суверенитета республики Казахстан, равно как и день своего рождения, маленький Бахтияр уже празднует вместе с родителями. По словам молодых астанчан, 16 декабря для них – одна из важнейших дат в жизни. А потому к ней они готовятся с особым трепетом. Я считаю, раз у нас столько семейных дат связано, 16 декабря, это можно назвать благословением. Именно в этот день вся страна отмечает большой праздник. И мы не исключение. Наша семья тоже будет праздновать в этот день. Другое настроение у жителя Астаны – Серика Балтабека. Вместо того, чтобы готовиться к празднику, молодой человек пришел в мечеть помолиться за души погибших в Жанаузине. Как говорит Серик, полгода назад они с невестой готовились к свадьбе. Однако их родители посчитали, что веселиться в день годовщины Жанаузеня будет кощунственно. Какое-то время молодой человек отказывался переносить дату свадьбы, но после согласился с родственниками. Как говорили наши предки, пока мертвы и неспокойны, живым тоже не будет спокойствия. Поэтому я пришел в мечеть помолиться за тех, кто погиб год назад на западе страны. Со свадьбой можно подождать. Сегодня в столичном ЗАГСе зарегистрируют гораздо меньше семейных пар, чем в прошлом году. Ведь если для одних 16 декабря повод для празднования, другие в этот день несут траур. Аскар Газизов, Рустам Сырымов из Астаны, Казахстан. Таким был день 16 декабря. День памяти и День независимости страны. Записи сегодняшнего телемарафона и специальные выпуски новостей на КПлюс вы можете посмотреть на наших официальных страницах в социальных сетях. А я прощаюсь. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok